Тренер футбольной команды «Ники Химик» Андрей Анатольевич Сечирин. Андрей Демович, вам слово. А, я начинаю, да? Так, ну, первый вопрос. Сначала комментарий. Потрясается, да? Нет, комментарий, может, спрашивай. Нет, я вопрос, да, первый вопрос, значит, тренером нашей команды «Ники Химик» Андрею Анатольевичу. Значит, вот мы сегодня узнали, что задача команды – это выход ДПЛ. И вот после сегодняшней игры игра дала, значит, пищу для того, чтобы уверенность в выполнении задачи, чтобы задача будет выполнена даже по первой игре. Конечно, рама может быть говорить, но… Ну, я думаю, сегодняшняя игра дала только всего лишь три очка, потому что, да, такие заявления говорить по одной игре совершенно рано. То есть, надо сыграть хотя бы пять-шесть, может, семь туков. Тогда что-то будет. Мы посмотрим и на другие команды в нашей зоне. Да, какие можно было бы заявления? Нет, но все-таки по сравнению с прошедшим сезоном, который… Ведь наши команды показывают уже другой уровень игры. И если мы в прошлом сезоне говорили, одни задачи есть? Ну, в прошлом году у нас, наверное, как бы сезон был, в принципе, переходной. Никто это, видимо, никаких задач не ставил. Поэтому, вот, прошлый сезон уже есть прошлый сезон. То есть, в этом году президент клуба поставил задачу. То есть, первое место мы будем стараться по мере возможности. И такой еще вопрос. В контрольных играх перед первенством было у нас мало моментов. Будем так говорить, не то, что мало моментов. Мы использовали 100%. Просто проанализировали многие матчи. Мы забивали 100% моментов, сколько у нас было. В сегодняшней игре тоже мы, если два момента не использовали в первом тайме, то второй тайм практически, значит, их взрыв. Все-таки мастерства, классы, команды. Я думаю, что да. Если ребята создают не так много моментов, а их приходят, то это есть класс дефобоистов. Хотя, если подталкиваться, например, от прошлого года, мы создавали по 7 моментов для реализации. Сейчас я хромалу. Так, теперь вопрос тренеру. Что вы можете сказать о сопернике? Изменилась ли команда по сравнению с прошлым сезоном? Ну, изменилась не только нефтехимия. Изменилась практически вся команда в нашей зоне Урал-Положья. Мы на тренера интересуемся, тоже смотрим, руководство заявляет. По-моему, в каждой команде достаточно много перестроений. У нас тоже порядка 14 футболистов покинули. Насколько я понял, нижний контакт. Остался один футболист с прошлого сезона. Поэтому это проблема всей команды. Все изменились именно по количеству, если вы имеете в виду. Но по количеству, конечно, изменилась играем. Нефтехимия – это лучший способ. Что бы вы изменили, если бы вам предоставить возможность переиграть матч? Ну, во-первых, у нас есть еще один защитник Центральный, который приболел. Могат, когда, если бы такая возможность была, может быть, его сегодня еще тоже бы использовали. Как-то стало победой нефтехимико-заслуженной. И я думаю, что именно по сегодняшней игре результат закономерен. А до игры вас устраивал учебник? Я думаю, что и мой коллега, я говорю, до игры нет такого у нас. Мы настраивались на победу. Еще раз, на победу Центральный заслужил. Я думаю, никто о ничем не думал. И все установки на матч были тоже, чтобы выиграть игру. Я думаю, что тренер действительно максималиста, мы с коллегами давно знакомы, поэтому другого не знают. Поэтому каждый нас хотел выиграть, но заслуженный победой в Тихимико. Ну, четыре дня теперь есть для того, чтобы что-то изменить в матче. В кубковом матче есть пищевые размышления? В каких аспектах прибавите и что сегодня команда сделала не так? Ну, это внутреннюю кухню каждой команды. Поанализируем, посмотрим матч. Видео, что-то изменим. Наверное, как и у нас, я думаю, что так же и у наших соперников будут какие-то изменения в составе. Обычно это бывает. Поэтому здесь проанализируем свои ошибки. Ну, кубков и матч они всегда отличаются немножко каким-то дополнительным антуражем, как я назовем. Поэтому проиграл, вылицал. Поэтому здесь будет, я думаю, тоже бескомпромиссная игра. Как и сегодня, я думаю, какая-то произведена. Моменты были особен, конечно, у хозяина. По первому тайну, надо отметить, что у них достаточно было игроков. Поэтому и во второй, я думаю, что будет веселая игра. И зрителям, кто нам понравится. Андрей, то есть, такой коротенький вопрос. Отрабатывали вот второй гол? Наверняка домашняя заготовка. Видели ранее на тренировках? Ну, если вы задаете вопрос, видел ли я на тренировках, конечно, видел. То есть, это ребята делали. То есть, можно сказать, может быть, я не верил, что это пройдет. Ребята молодцы, все получилось. Очень здорово. Вспомните. Ну, они посовещались. Еще вопрос. Сергей Ильич, а изначально планировали, что Губа будет играть втором номере? Ну, да, мы посмотрели матч с КамАЗом, с Ижевским. Очень хорошо мне техник смотрелся. Поэтому решили сыграть выражительно быстрые контратаки и не совсем удалить. У нас есть еще, конечно, проблема. То, что мы 9 лет привыкли, что очень хорошо перед дисциплинастом. Молодцы, мы сейчас будем перестраиваться, нам не хватает. Мы сейчас о прошедшем говорили. Сейчас он защищает тести и жестка. Поэтому мы будем стараться, чтобы те игроки, которые у нас остались, тоже умели перейдеть и предоставить этот Молодцы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.